Сейчас Вячеслав, можно сказать, тоже в сетях, но в железных. За решеткой парень вот уже больше четырех лет сел по известной 228. Причем это его второй срок. Говорит, была бы возможность повернуть время вспять, никогда бы не связал свою жизнь с наркотиками. И в свое время отказался бы от легкого заработка, продажи наркотиков. Раскаюсь, это ни к чему хорошему не приводит. Это все затягивает в сильное болото, можно так сказать, и жизни никакой с этим нет. Жизнь постепенно начинает рушиться, а потом уже начинаешь понимать, когда попадаешь в эти места лишения свободы. И как бы тяжело это все осознавать. И лучше на самом деле жить спокойной жизнью. По словам Вячеслава, про работу курьером, а по факту закладчиком он узнал из социальных сетей. Ему предложил поработать дилер. Тогда, в 2011-м, распространители будущим закладчикам писали в открытую. Сейчас же они массово рассылают сообщения о работе курьером с высоким доходом. Причем получателей писем отбирают. Рассылка идет исключительно молодым людям и не связанных с законом, то есть не работающих в правоохранительных органах и предрасположенных к вредным привычкам. Требуются закладчики. Работать 3-4 часа в день, в зависимости как справишься. График подбираем индивидуально. Тебе дают адрес, где лежит сверток, и ты, гуляючи по району, его перепрятываешь. Если, допустим, такие предложения поступают, и вы понимаете, то есть явно, что это предложение, то есть по закладкам, по распространению наркотических веществ, можно обратиться в правоохранительные органы, соответственно, это будет все выявлено, и со временем эти сайты заблокируют. Это очень важно. Специалисты говорят, что в период пандемии наркобизнес набирает обороты, он постоянно мимикрирует. Сейчас активная атака на молодежь идет именно в мессенджере Телеграм. Соблазняют легкими деньгами десятки, а то и сотни подростков. Правоохранители предостерегают родителей. Интересуйтесь жизнью своих детей и способами их заработка. Ведь закладчиков все равно находят. Это лишь вопрос времени. В настоящее время в учреждениях УИС Алтайского края содержится 7200 осужденных. Из них 1870 осужденных за преступления, связанные с незаконным родом наркотических средств. 570 осужденных за данные деяния, совершенные в крупном и особо крупном размере. Все осужденные зависимостью, находясь под заключением, проходят курс лечения и реабилитации. А специалисты и эксперты настоятельно рекомендуют сразу отказываться от предложений незаконного заработка и незамедлительно обращаться в органы полиции и Роскомнадзор, который блокирует враждебные группы. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.